доброго времени суток дорогие друзья здравствуйте прекрасные люди не пугайтесь это я христина снежана из берлина вернее снежана христина из берлина но от переменными слагаемых вся сумма не изменится я все та же прям не могу девчонки вы мне можете объяснить что вообще происходит сейчас покажу я уже не раз говорила что я смотрю канал зимный диванчик да то он был на ю тубе сейчас она ушла в телеграм на бусте но на бусте я не подписываюсь телеграме и смотрю и она рассказала о овсеенко вы узнаете кто давно не видел я была в полном шоке сейчас включим дина остановись мгновение что с ней вот еще в начале сейчас перемотаю ну тут она еще прилично выглядит сейчас так я я я найду этот момент вот где хорошо видно что человек пьет и очень сильно пьет я не понимаю зачем даже руки говорят об этом я не понимаю кто ее вытаскивает на сцену тогда я посмотрела короткие короткие ролики это был концерт в краснодаре я о ней бы и не вспомнила да ну как вспомнила бы но не сейчас может быть и не посмотрела бы не посмотрела бы в данный момент что с ней происходит вообще ну как не поинтересовалась бы за этим бы не вспомнила что вообще с ней происходит это кошмар нет так так обидно вот за нее да что вот так она это как себя надо ненавидеть ты же артистка певица да ну не артистка певица певцы же они что же артисты также как надо себя ненавидеть чтобы взять но опуститься сперва до этого момента ну ладно это твое личное дело я говорю женский алкоголизм это для меня это отдельная страшная тема я терпеть не могу женщин алкоголиков терпеть просто не могу а тут певица и кто-то же она же не сама выходит на арену то да ну то есть на сцену петь ее же кто-то вытаскивает кто-то этому способствует да но вы не видите что с человеком происходит короткие видео шорты да я посмотрела где она даже не понимает куда на сцене ей двигаться она не поет своим голосом на что-то там пытается да под вот этот плюс называется или как вот музыка когда идет и когда идет ее голос тот еще голос да сейчас еще одно артиста я еще раз овсиенки по-моему это город до сарапал сейчас мне выпало видео где она еще со сцены сошла вниз к людям до зал небольшой и чем мужчина взяла потанцевать что происходит я знаю что алкоголиков меняется мировоззрение да у них меняется сейчас переключу я знаю это точно что у них меняется мировоззрение да у них меняется восприятие многие делают так что помнят что было вчера до какой степени они ухрюкались да но делают вид на следующий день зачем вспоминать совесть свою бередить когда-нибудь это совесть зальется до той степени что уже будет плевать что было вчера уже даже самому будет плевать но пока еще совесть играет какую-то роль да на разум лучше делать вид что мы не помним вы все врете ушел чем ладно и поэтому я не понимаю тех людей которые ее вытаскивают да и люди все пишут что стыдно стыдно за этого человека и понимание приходит что даже не понимаешь за кого именно стыдно за нее стыдно что она в таком состоянии вышла так она уже все у нее мировоззрение уже поменялось у нее разум уже на 0 на 0 она там видно что хронический алкоголизм до женский он все разум затухший разум затухший они никого и ничего не видят вокруг они только себя видят и все время себя жалею что они бедные несчастные самые несчастные и когда им руку подают чтобы выволочь их куда-нибудь они конечно же за нее хватаются но не потому чтобы им хочется куда-то выволок тесь а хочется увидеть сожаление и жалость в глазах в словах к себе себе любимым и и она все понятно да но еще и деньги есть за это заплатят очередное будет бухалова но те люди которые вытаскивают люди которые идут на ее концерт да и платят деньги ведь они же не видят ее опущение до как человека как женщины до какой степени она опустилась оплотят деньги приходят и сидят и думают что я здесь делаю где мои вещи да кто я что я здесь делаю где мои вещи стыдно и за нее и стыдно за себя и вот эти смешанные чувства и получают за свои же деньги вот такое вот ощущение стыда полного просто какого-то всемирного да и уходят за собственные деньги с какашками внутри сейчас еще одно серов но он же вроде бы не алкоголик да по лицу выпивающий человек видно что выпивающий да но не сказать что он спившийся обратите внимание не на лицо сейчас а то что ниже пояса кто этого не видел когда зина диванчик это сказал но я не поверила да во первых это концерт тоже издевательство полное издевательство над людьми над людьми сбор денег в наглую просто получается и посмотрите что трусы где трусы но это 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 же наплевательство да я не могу что здесь музыка так а я сейчас выключу звук прибавил кто не видел посмотрите но во первых он не попадает в такт он по моему в данный момент пьяный он не поет он подпевает как он ведет себя видно что человек устал страшенно где трусы где и около манейка трусы штаны то синтетюлевые и в них все видно что он этого не знал либо он в дупель пьяный и уже ему было все равно на нем ли трусы или они лежат и где-то и где-то без него отдыхают проветриваются пока он там проветривает кузейство но это же полное наплевательство на людей вы как думаете девчонки я опять же да кто-то скажет нам ли судить кто мы такие мы обыватели для которых они работают на которых они зарабатывают деньги это мы простые люди и те кто мне бы это сказал да кто мы такие чтобы обсуждать и осуждать я не осуждаю но констатирую факт я никогда не ходила на концерты да не платила за это большие деньги вот смысле на певцов на певцов не ходила для дочи доходили много хотя нет на певцах об или ну я была у суткина на концерте но это нам картина тиви предоставляла бесплатные один раз билеты мы ходили были на концерте вот этот который поет песни под гитару пластилиновая ворона поет вот мы ходили с дочей в русский дом у нас есть фотография в одноклассников у меня стоит диана с ним сфотографировалась вот мы ходили просто поддержать потому что он приехал так как мы участвовали в русском доме тогда раньше находила на танцы до танцами занималась а мы ходили на танцы и потом конечно же на этот концерт но чтобы пойти на артистов я никогда не хожу я говорю послушайте я их могу и дом бесплатно не понимаю тех людей которые фанатируют до фанаты прям и любые деньги отдадут ездят за артистами по всему миру дабы чтобы встретиться за руку подержаться за подарок какой-нибудь подарить да не понимаю таких людей не понимаю пусть фанатеют лишь бы никому хуже не делали я всегда когда мои дети дочь она тоже здесь на немецких до певцов хотела ходить и до сих пор хочет она меня не слушает за большие деньги но я пока я могу я ее держу да но уже не удержу и пока она не хочет ну в смысле пока не загорелась не никем да но когда загоралась я была против я именно могла удержать вот этим вода потому что я всегда говорю под любым павлиним хвостом как кто там говорил это подождите как же ей сейчас приписывают не сейчас уже давным-давно приписывает все эти афоризмы или как они называются все эти высказывания да умные за умные и не умные как же как же как же сейчас найду фамилию надо сказать нашла фаины ранецкой все приписывает но теперь человека нету да можно все приписать тут но пусть пусть будет это она сказала или но я в это не верю да там половина нее было сказано ну ладно пусть будет так не обкакиваем ее это хорошо потому что тоже прекрасная артистка и вот как она говорила под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа я только всегда хочу под любым павлиним хвостом находится обыкновенная куриная срака такая же как у нас вот оплатить за эту куриную сраку только потому что она поет но в моем понимании я ее могу бесплатно послушать платить свои деньги которые зарабатывали нелегким трудом всегда да не пойду на шоку дать детей водила на кинофильмы на мультфильмы на этих артистов если приезжают именно для детей да вот да но не на певцов которые поют под фанеру и все время дочек говорю нет сейчас на данный момент тех певцов хотя есть тот же сюркин он также и продолжает петь по моему своим голосом отрабатывает концерт еще кого-то видела вот но это вообще сейчас на данный момент единицы а в наглую просто отрабатывают еще и нажираются посреди концерта это просто вот ну я бы если за свои деньги вот так пришла и вот что овсиенко что сиров вот так вот бы выставили выставили себя да за мои же личные деньги я бы плюнула ушла и ненависть бы развилась во мне внутри для на этих артистов огроменнейшая огроменнейшая а зачем мне как какая-то ненависть внутри меня еще и за мои же личные деньги также боже какой кошмар происходит и люди то уже не молодые сейчас смотрю инстаграм сейчас покажу и попадается мне вот эта картинка с надписью брюки с запахом идея я думаю с каким запахом какой запах или мы люди с запахом вот скажите мне кто так строит а ну кто так струк ну кто так струк вот она стрелка но вот кто так струк прихожая 1 спальня да спальня 3 спальня можно и 4 я приготовила сейчас гладить поду туалет вот это эксклюзив туалет рядом со спальней но теперь там все равно зал и вот этот выпер дыш кухня и вот это окно в европу это у меня до сих пор стоит чайник ну пусть пока стоит в ящике шо это что это было тут были полки такие знаете как раньше деревянные были и стекла раздвижные я их все но окно в европу осталось что я связь с космосом что я разозлилась в очередной раз мне моя квартира очень нравится очень нравится но когда у меня сосед там сверху идет в туалет а он стоя это делает знаете вот как в цинковое ведро струя льется с хорошим упором и напором не стыда не совести честное слово и это это постоянно вот когда это происходит да у меня мысль в голову приходит но кто так строил а знаете кто строил наши дома кто не знает мы же живем на бывшей части гдр и наши дома строили советские люди у нас считаются как новостройки до низ они старая постройка это строили советские солдаты а когда при советском союзе вот такие кухни делали скажите мне где в каких городах у нас там в советском союзе были именно построение такого вида я не про прихожую длинную да нет опять же повторять меня все устраивает просто когда начинаешь злиться из-за соседа который долбит тебе потолок своей струей в очередной раз а когда ему это делать ночами про что я и сказала спальня которая рядом соседствует да там долгое время проживала я и когда у меня внуча ночевала и мы ложились спать и соседу приспичивала она все время прислушивался берем пока что это это же какой-то кошмар разве можно было построить туалет рядом со спальней ну ладно ладно даже это тут не дело туалет рядом со спальней тут дело совести соседа на которые это делают нижнего тоже также слышно не чуть приглушение но слышно это уже дело к людям да как можно имея женщину в семья а что снизу что сверху женщины ходить стоя мужчина в туалет я вообще не понимаю как можно по маленькому ходить стоя в туалет зачем уже все это вот так делаете ваша летят брызги на три метра против ветра вы же сами себе гадите блин вы же сами все вокруг вот это вот опарафиниваете а потом же сами будете это и мыть вернее ваша жена наверное скорее всего честное слово гадость но не в пещере же мы рожденные но и около манейка уже как-то надо социализироваться что ли ну как-то надо высший разум или чел или как я вообще не знаю у меня просто четыре мужчины и ни один даже не вразумился кстати стоит это сделать никогда никогда это полное неуважение фуй-фуй блин были вот тогда и возникает вопрос а кто так строил вот вот так вот кухню с этим с книжными полками кто так строил при советском союзе там у нас почему здесь тогда строили там у нас нет что-то я такого не видала до приезда сюда начальство вызывает пойду начальство я извиняюсь за подробности пока кого и вызывала меня на уборку и территории и самое главное это освободился то кишечник добыла наполнить то есть покушать им дать ох у меня прическа ю к лы манейка японский городовой ну ладно и вот я говорю мужчины это как надо ненавидеть своих шум чтобы делать до женщина если убирает даже если к вам приходит убирать чужая женщина это как же надо совесть свою потерять чтобы это наделать а потом чужая женщина придет и за вами свиньями извиняюсь ну а больше я ничего не могу сказать это будет убирать зачем-то дожить если жены у вас это за вами убирают зачем-то дожить с женщиной которую ты заблаговременно опускаешь как человека как личность которая пойдет из этого будет убирать ты чё из пещеры выше и и или с детства еще не вышел что ты не понимаешь что мамка за тобой не должна ходить и убирать то есть это уже не там вам к которая будет выходить из этого и убирать вот это на этом я распрощаюсь не знаю чего там на калякова на болтакова извините если что кого затронула ну как есть свои мысли вслух она так и назову видео будет мысли слух еще и смеется но самое интересное не всегда так делает не всегда как-то выборочно у него что ли это ненависть к жене или к себе ненависть это выборочно что с нашим миром происходит от мелкого до великого большой трындец хорош пока пока всех люблю ты не уважаю всем по целю чеки посылаю бога вам всем помощь в мирном небо над головой будьте все здоровы по мере возможности не по мере возможности а настолько насколько вы сейчас здоровым вот оставайтесь такими и быть нет кто простужен сейчас я чё говорю если простыл то что тебе не выздоравливать что ли что не слушайте меня будьте просто здоровы от крепкого вам здоровья вот так вот будет лучше да счастливы и любимы и уважайте друг друга пока вам всем помощь пока пока диван приехал поближе подойдем теперь смотрите когда я выхожу темную прихожу и отойдет три части было написано что дни разбирать и собирать будем попозже дай бог чтоб все запчасти были пока поживем так и вам тоже придется пока пожить вот так да на выписала себе халатик с белоруссии так вот миленький у меня такие как в казахстане были халаты я даже сюда привозила здесь не ходила но уже все себя изжили с капюшоном у меня был сейчас заказала прошел 40 евро стоит чтобы с длинным рукавом бы надо заказать еще такой же к синим цвете на платье напилила померить курсуа мне нравится давно я такую вещь не носила мягенько удобненько тепленько